Друзья, всем привет! С вами Сергей Ломака и сегодня мы поговорим про сеточный грит ботов. Существует разное мнение, что ботов много, но в чем плюсы, в чем минусы определенных ботов. Кто-то говорит, что один бот обворовывает пользователей, второй бот не обворовывает, какой-то простой, какой-то сложный. Это я хотел бы сегодня разобрать. И да, есть в интернете достаточно много интересных людей. Кто-то, допустим, как я говорю, как Филипп Киркоров, зашел мне в ту дверь. Кто-то обиженно пошел в чат, его там, не знаю, не выслушали, наверное, и он как мальчик обиделся, закрыл комментарии у себя под видео. Есть разные люди, и личности этих мы разбирать не будем. Я лично считаю так, что есть два типа людей. Есть рифоводы и есть партнеры. Рифоводы – это те, кто боятся показывать другие продукты, показывать реальную конкуренцию этих продуктов. Ведь конкуренция – это двигатель прогресса любого из продуктов. И, следовательно, если ты боишься, закрываешься и пытаешься вытеснить, ну или выместить свою злобу на другом продукте, скорее всего, ты не просто рифовод. Есть немножко другое слово для этого. А если ты действительно разбираешь качественно продукты, да, не хайпуешь на какой-то определенной теме, да, то ты являешься качественным партнером того либо другого продукта. Давайте не будем затягивать. Я, честно, не очень, как это сказать, любитель на видео снимать определенные обзоры, но все же сегодня постараюсь рассказать, в чем отличие разных сеточных гритовских ботов, да, и в чем преимущество для тех либо других пользователей. Поехали! Так, друзья, ценю ваше время, и чтобы не затягивать, да, можете ставить на скорость 1.25 или 1.5, чтобы у вас не отняло большое количество времени вся наша такая разборная ситуация для тех, кто в теле. Кринж! Как сказал Elon Musk, батут работает. Так вот, друзья, я работаю с инструментом H7, и есть также аналоговые инструменты, которые есть на рынке. Я буду рассматривать в разрезе продукта Veles, продукта BizGap и продукта RoyalQ. И, конечно же, первое, что я хотел бы заметить, да, мы сразу посмотрим немножко по дизайну тех либо других инструментов, чтобы было немного понятнее, да. В H7 сразу на главной странице основная информация, также скачать приложение, и самая основная информация есть на главной странице. Чем-то она даже не требует перехода на другие страницы, при этом все ссылки кликательны. Если что, в RoyalQ есть пару ссылок, которые просто никуда не ведут. По базе знаний. Всегда, в любой момент, вы можете нажать, к примеру, там, мне нужна инструкция по Binance, да. Вы переходите на гидбук, где вся полность информации, документации есть. Как работать, как настроить, настройка стратегии в режиме Pro, в режиме Auto, то есть, добро пожаловать, вот вам гидбук. Это база знаний. Переходим к дизайну Велеса. Неплохо, круто, классно, мне тоже нравится. Очень такой приятный фиолетовый цвет, поэтому, как ни крути, я его ставлю наравне с H7 дизайном. Берем Beats Gap. Чем-то он не напомнил лендинг а-ля годов давних. Есть съезжающие блоки, сверху что-то вот, ну, вот налаживается. Могли бы немножко спрятать, ну, допустим, в хедер. Это лично со своей стороны, так как я являюсь и сам разработчиком ПО, да. Ну, для меня он немного может быть цветовая гамма не-то. Идем непосредственно в Royal Queue. И первое, что меня вообще отпугнуло, это то, что здесь все на English. Как непосредственно видео, которое ты смотришь, обучение, так, если ты выберешь русский язык, переводится через стандартный гугловский переводчик. Если ты хочешь посмотреть какие-то цены на продукт, либо что-то, вот партнеры, это с кем они работают, там, биржи, да. И я только нашел в одном месте, что там, где вы можете получать репку, мне нужно было просто данные. До 70%, но для того, чтобы убедиться, я пошел просто в интернет, нашел статью, где написано, что бот не работает бесплатно, там 120 стоит подписка, плюс бот забирает себе 20%. Что, в принципе, мы видим на сайте. Что касается расстановки мест по дизайну, первое, я все же, как бы оно ни было, отдаю двум продуктам. Это Hashemi Velis, второе место это BizGap, ну и третье это Royal Queue. Итак, я не любитель рисовать красивые картинки, да, но мне самое главное информативность. Я всегда центрирую на это внимание. Будем разбирать мы сегодня сеточные боты по основным критериям. Это время работы компании, выплаты, комиссионка, лицензии, комиссии для пользователей, простота, удобство, управление, ну и, конечно, поддержка и сопровождение. Почему взял именно эти критерии? Ну, во-первых, да, многие, самый основной приоритет, который люди ставят во главе, что Hashemi плохой инструмент, либо не очень хороший, либо очень жадный, да, то мы сегодня разберем, действительно ли Hashemi жадный продукт, в отличие от конкурентов, да, и можно ли с ним заработать. Потому что это, наверное, в приоритете у каждого, кто смотрит определенные там обзоры там этих недоблогеров. Поехали! Время работы компании. Hash7. Давайте я, наверное, немножко увеличу, чтобы было более понятно. Hash7 работает 4 месяца, с 2024 года, там, с 17 или 14 декабря. Если взять январь, февраль, март, апрель, 4 месяца. VELUS на сайте написано, что они работают с 2021 года, BitsGap с 2016 года и RoyalQ с 2022. Я также указал биржевые сеточные боты только для понимания того, что, ну, все логично началось, можно сказать, с биржевых сеточных ботов. И они одними из первых, можно сказать, вот это вот дали направление. Хотя, в принципе, есть, возможно, какой-то из инструментов, да, там, ну, не знаю, RoyalQ, там, какой-нибудь там, BitsGap или RoyalQ, да, они начали до биржевых, а потом уже интегрировали биржи. Ну, честно, сомневаюсь. В это не углубляться. Итак, что мы имеем? Если VELUS работает уже на протяжении 3 лет, BitsGap работает уже, ну, уйму времени, возьмем 16-го, 26-го, это будет 10 лет, отнимем 2 года, ну, грубо говоря, там, 8 лет на рынке, правильно? Правильно. И RoyalQ сравнительно недавно, 2 года. Но самым молодым здесь является H7. А так, то я выделил оценка преимущественный выбор. То есть, почему указал именно BitsGap? Потому что он самый древний. Но мы должны понимать, что если он самый древний, то он должен быть и самым качественным. И ни один топовый блогер, да, не даст соврать, что если взять в конкретном разрезе BitsGap и Veles, Veles 2021 года, намного более функциональны и качественны, чем какой-то BitsGap. Вот честно. Но мы, так как выбираем оценку и преимущественный выбор, мы берем, что самый древний является BitsGap. H7 является самой молодой компанией. И при этом, за то время, которое они работают 4 месяца, уже оценка пользователей приближается ближе к 6000. Ну, чтобы для понимания 4 месяца, 6000 пользователей. Идем дальше. Выплаты для партнеров. Это мы разбираем именно партнерскую программу. Это вот когда люди всегда кричат там, ну, во всю глотку, ой-ой-ой, там, друзья, смотрите сами, да, как это так, ну, H7 партнерка для реповодов. Итак, H7 выплачивает именно партнерам до 90%, Veles до 30%, BitsGap до 30%, RoyalQ до 70%. У биржевых сеточных ботов отсутствует полностью какая-либо выплата для партнеров. Идем дальше. Комиссии компании. Комиссии компании – это то, что остается от непосредственно уже выплаченным партнером срез. Простой пример. Если в H7 до 90%, ну, там где-то выходит 86% идет на выплаты партнеров. Поэтому здесь указано от 10% до 14% дохода компании забирает себе H7. Veles, так как выплачивает 30% партнеров, забирает себе 70%. Ну, то есть комиссионная компания. BitsGap – 70%, RoyalQ – 30%. На этом пункте это ответ всем этим блогерам, да, блогерам, как я говорю. Сколько себе забирает H7? То есть обворовывает ли он пользователей или нет этот инструмент. Идем дальше. Лицензия бота. Она в H7 стоит 140 долларов, это полная цена, но на текущий момент она составляет 100 долларов по скидке. У Veles отсутствует лицензия бота, у BitsGap лицензия бота 69 долларов, но по скидке она стоит 55. Там, кстати, есть 3 тарифа, да, я взял именно средний тариф, потому что там можно запустить 5 стратегий, а у H7 можно запустить 7 стратегий, если что. Вот, и в дальнейшем до 10 будет увеличиваться, может быть дальше и больше. В RoyalQ лицензия стоит 120 долларов, у биржевых ботов логично она отсутствует. Теперь идем к комиссии для пользователей. В H7 20% от прибыли забирает себе H7. Велес забирает себе 20% от прибыли, но как есть эти изумительные люди говорят, но не более 50 долларов в месяц, да, и тут я сразу скажу обратно. А в курсе, что, чтобы они забрали себе более 50 долларов, депозит должен быть сумм минимально 2500. Это простой, ну, такая арифметика. Если вы заработали 100 долларов, с вас забрали 20 долларов, правильно? Если заработали 200 долларов, с вас забрали 10%, это максимально, в среднем можно и 5-6 заработать, можно и 8-10 и больше. С 200 долларов вашей прибыли с вас забирали 20, а с 250 с вас забирают 50, понятно, да, 10%, ну, 20%, да, 250 долларов прибыли, 20%, 50 долларов. Так вот, 250 долларов прибыли, это 10% прибыли от депозита 2500. То есть, если у вас депозит меньше 2500, то как бы вам эти ребята там по ушам не ездили, что не более 50 долларов, да вы может с депозитом в полторы тысячи сидите или с тысячи, и вы также платите 20% от прибыли. И этот инструмент, если кто-то, ну, там, начинает говорить о том, что друзья, Велес, берет не более 50 долларов, а H7 забирает больше, возьмите все комьюнити и посмотрите, из тысячи человек, люди, которые имеют депозиты 2500, будет, ну, пусть максимум 10-15%, у всех депозиты 500, 700, 1000, 1500, 2000, а это мы считаем при 10% прибыли, так что это не аргумент, и пусть эти все блокеры просто, ну, не знаю, засунут нос куда-нибудь. Bitsgap, отсутствует, комиссия для пользователей, отлично, RoyalQ, 20% от прибыли, и биржевые, сеточные боты полностью отсутствуют. здесь я тоже ставлю на оценки преимущества Bitsgap, потому что у них отсутствует комиссия. Идем дальше. Простота использования стратегии и запуск. Совсем все сложно. Я написал, что запуск бота за одну минуту. И объясню, почему. Я не буду брать сюда вот предварительные этапы. Давайте так. Все эти предварительные этапы, они и так в каждом инструменте есть. Первое. Пополнение депозита на бирже. Через P2P, через другой кошелек, неважно, что вы делаете, вы пополняете во всех инструментах. Ну, в биржевом тоже там на P2P покупаете. Второе. Если это не биржевой бот, да, то сеточный бот, а любой RoyalQ, Bitsgap, Feles, H7, вы подключаете API. Это тоже относится ко всем. И нам важно, самое главное, это сколько времени занимает запуск стратегии. Я работаю с двумя биржами, это непосредственно Bybit и Binance. Ну, сейчас я перешел на Binance, и я покажу, вот мы запустили, вот у меня две биржи, Bybit и Binance, я покажу на примере Bybit. Итак, запуск стратегии. У меня вот на часах там, ну, давайте, 16-23. Нажимаю плюсик, нажимаю настроить вручную, прописываю сверху. BTC. Выбрал BTC, нажал Pro, настроить сетку, изменить, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Сохранил, закрыл, стоимость позиции, выставил, сколько мне нужно на каждую позицию. Создать. Все. Осталось нажать на эту иконку и нажать кнопочку запустить. Ребят, если это больше минуты, можете проделать это сами. Ну, чтобы это было для понимания, что это очень сложный продукт. Разобрались. Велес. Да, Велес это целый терминал. Как и BitsGap, это эквалайзер и это терминал. И Велес требует обучения. Поэтому, если мы выбираем как простоту использования для обычного простого пользователя, я вам на примере показал, как запускается стратегия один раз. Если же вам нужно в этой стратегии вдруг добавить сетку, давайте посмотрим, как это будет выглядеть на примере изменить стратегию. Изменять можно динамически. Нажали настройки, нажали конфигурации сетки, изменить, добавить, 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 добавить. Сохранить, закрыть, сохранить. Все. Я не думаю, что здесь сложно. Надо изменить, сколько будет денег на позицию. Сохранить. Все. Вот, что значит простота H7. Велес это действительно сложный и более профессиональный инструмент. Если сравнивать H7, BitsG, ProLQ и Велес, то это работа как Camtasia для видео и Adobe Premiere. Ну, то есть, Adobe Premiere считается более профессиональным. Хотя и в Camtasia можно делать очень крутые вещи. Нельзя сравнивать его как с Photoshop и, допустим, Paint, но вот Camtasia и непосредственно Adobe Premiere это вот два инструмента, которые мы можем сравнивать. Поэтому Велес сложный инструмент и требующий обязательно обучения. Но при этом Велес это тот инструмент, который, если взять все инструменты в HTM BitsG ProLQ можно сказать топовый для трейдеров. Именно для тех, кто профессионально занимается следить за рынком, вот это инструмент Велес, где полная детализация абсолютно всего. И за 2021 года, за три года он сделал больше, чем сделал тот же RoyalQ. Ну, понятно, RoyalQ чуть попозже, но все равно функционал RoyalQ рядом не стоит. но в раз 10 больше, чем сделал тот же BitsGap. И это всего лишь за три года. Я уверен, что HTM за три года сделает намного больше и лучше функционал для простого пользователя. Так, BitsGap это обычный терминальный эквалайзер. Во-первых, почему он неудобный? Я сразу скажу за Велес, за BitsGap и за RoyalQ. Неудобный он в первую очередь, потому что я не нашел там, что у них есть приложение. Это терминальный. То есть, вам нужно открыть браузер, авторизоваться и с браузера работать. Я лично привык к мобильности и приложение для меня это тот инструмент информативный, чтобы я зашел, посмотрел, сделал 3-4 действия и вышел. Мне не нужно за ним сидеть. Велес, BitsGap, RoyalQ это все терминальные инструменты. Сложные, как я говорю, эквалайзеры. И неудобные. Вот лично, как для меня. Поэтому, что касаемо еще по поводу статистики. Многие говорят, вот у Велеса есть статистика, вот у BitsGap есть RoyalQ, можно посмотреть истории ордеров. Все это можно посмотреть и на бирже. Зайти в P&L, посмотреть свой, какая монета, сколько работал. на любой бирже, на байбите, на бинансе, заходите в монету, в свою историю и все там есть. Задайтесь вопросом, для чего это дублировать простому инструменту? Для того, чтобы у тебя, ну, не знаю, не дошли руки и посмотреть на бирже, ты должен вот просто тык, 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 деньги капают, все. То есть, бот не сливаемый. Вопросов нет. Ты просто нажал 3-4 кнопки, все. Захотел полную детализацию, зайди на биржу. А дублирование вот это, да, это больше не, ну, как бы, не плюс, а минус. Да, если ты профессиональный трейдер, забудь про безгэп и Райл Кью, иди в Велес. Все. Тут вопросов нет. Это, ну, топ-лидер. Я всегда говорю, если ты профессиональный трейдер, пользуйся инструментом Велес. Потому что у тебя и депозит будет больше двух с половиной тысяч. это понятное дело, да, и более гибкий в настройках именно Велес. Вот и все. Идем дальше. Управление. Ну, вот, как я и сказал, это приложение на ПК, веб-интерфейс, веб-веб, и биржевые имеют и веб-интерфейс, и непосредственно приложение. Поддержка. Я в самом начале показывал, что индивидуальное сопровождение ухэш-7, оно намного качественнее. Мы сейчас пройдемся по всем пунктам, то есть в непосредственно Велесе есть Академия. В Бизгейпе это называется база знаний, аналог гидбука. Ройл Кью это английская видеоплощадка. Ну, возможно, есть блогеры, которые, ну, освещают эту всю позицию. Ну, и, конечно, на бирже всегда есть сама обучение, Академия, там, на всех языках, персональный менеджер. Тут уже отдельная история. Биржа это, ну, она и заточена на то, чтобы человека обучать там, ну, пройди обучение на том же Бинансе и на Байбите и ты, ну, большинство внутренней кухни работы инструмента будешь знать. Теперь, что касаемо почему я выделил индивидуальное сопровождение хэш 7. Учитывая то, что выплаты для партнеров, да, во многих инструментах они небольшие, тот же Битскеп и тот же Фелес, да, в основном они заточены на то, что мы предоставили вам гидбук, Академию, базу знаний, обучайтесь. И те блогеры, которые делают обзоры там, типа, вот это просто, это все, я задаюсь одним простым моментом. Вы сами обучаете, вы сами сопровождаете те инструменты, с которыми вы работаете или вы просто по-моему готовы лить на любой другой инструмент, только бы получить свою ревку. Вот реально, мне это непонятно. Зайдя в хэш 7, в хэш 7 построена позиция так, ну, в принципе, маркетинга очень похожая с Royal Q, да, что по факту, достигая максимального шестого статуса, а любой нормальный партнер компании заинтересован дойти до шестого статуса. И когда ты доходишь до шестого статуса, ты получаешь 10% от всего оборота непосредственно компании хэш 7. Я уже рассказывал это и в структуре партнерской программы, что есть амбассадорский бонус 10% для всех структур. то есть получается, что если мы берем продукты, которые аналоговые, в основном рифоводы ведут на то, что вот смотрите, здесь дешевле, здесь проще и все. Вы заходите, а где все почитать? Ну вот, академия, вот туда, иди вот туда и сопровождения нету. Они снимают с себя ответственность, потому что ну как, мне и рифка маленькая падает, в чем мне работать? Именно хэш 7 из двух параметров выплаты для партнеров и комиссии самой компании, вот мы возьмем эти два параметра, да, хэш 7, как многие сказали, да, забирает себе и вас обманывает. Это можно сказать на примере биткоина. Биткоин обманывает всех пользователей. Почему? Да потому что он берет комиссии, майнеры берут комиссии, а то, что любой майнер проводит транзакцию и эти комиссии распределяются между пользователями, об этом все умалчивают. Так что тот, кто вам, ну, вчера, сегодня, завтра скажет, что хэш 7 вас обворовывает, знает, что у хэш 7 самая маленькая доходность из всех продуктов, которые есть на рынке. Итак, теперь перейдем ко второму, не менее важному вопросу, да, как сделать бота бесплатно. Протегии. Я вынесу до два основных параметра. это выплаты для партнеров и лицензия бота. Мы будем сейчас все наши инструменты, да, сравнивать на примере, вот как многие сказали, рифоводство. Так странно звучит. Ну ладно. А именно, то есть можно ли сделать так, чтобы тот либо другой продукт был для вас бесплатным и вы получали исключительно чистую прибыль. Конечно, можно. И давайте мы с этим разберемся. Итак, план реализации. Есть всего четыре пункта. Первый пункт регистрации, наверное, тут у каждого есть, как на биржевых ботах, регистрация на бирже, RoyalQ, BitsCat, Files, H7. Регистрация есть везде. Второй пункт это обучение. Почему? Я его включил. В H7 есть, я поставил прочерки, потому что есть индивидуальное сопровождение и каждый партнер H7 заинтересован, чтобы человек, даже не с его структуры, кто ко мне обращается и все остальное, он заинтересован в том, чтобы этот человек научился работать с этим инструментом, показали, рассказали, поставили. То есть, да, есть недобросовестные партнеры, которые ничего не рассказывают, есть те, кто просто репку кидает. Это есть во всех инструментах, как хоть этот Гэп, как хоть этот Велес, как Роял Кью, так и в H7. Есть адекватные люди, которые могут даже не со своей ко мне обращаться. Вот я всем говорю, обращайтесь ко мне, я всегда помогу, расскажу и настрою, и вне зависимости вместе мы или не вместе идем в одном командном русле. Так вот, в H7 есть индивидуальное сопровождение, потому что каждый, кто ставит с собой цель дойти до шестого уровня, он понимает, что этот партнер, которому он помог, который разобрался и дальше работает с H7, он все равно будет приносить ему средства. 10% амбассадорский бонус. Велес, это сложный инструмент и он требует обязательного обучения и он подходит исключительно для классика трейдеров, которые торгуют, работают с этим инструментом. Битсгэп тоже требует изучения, потому что как и Роял Кью, это эквалайзер. И кто бы вам не говорил, что взял там двумя пальчиками вверх сеточку, вниз натянул, там посмотрел, там результаты стратегии, да, а знаете, я всегда вот на вот этот аргумент, там типа посмотри результат стратегии. У меня есть ребята и был такой инструмент Ева, бот Ева, он 2,5 года на истории показывал максимальную просадку 7%. Это классический бот, это не спотовый бот, ой, не сеточный бот, за, но там он буквально в один месяц слил людям, чуть ли не там под столько соли-зелени. Что-то история подвела или что? Всегда легко говорить, сколько бы я заработал, когда биткоин стоил 60 тысяч долларов. Сколько бы я заработал, когда биткоин взял бы по 200. и это не аргумент того, что вот вы смотрите статистику. Статистику нужно смотреть уже на готовом продукте, который уже прошел время и который у вас работал. И тот, кто вам по ушам ездит, ребят, в плане того, что вот здесь вы можете посмотреть, сколько бы вы заработали, если до кобыра тут грибы на голове у этих людей, честно. Ребят, смотрите, всегда зрите корень. Если даже есть история, вы эту историю, если бы вы натянули такую сетку, а если бы спотовый ETF не приняли, то что? Сетку нужно вот такую натягивать, а если биткоин пошел вверх, а если он 4-х годовой цикл не выполняет, что тогда делать? Ай-яй-яй, пошло что-то не так? Ну, бред полный вообще, так что это эквалайзер вот эти вот и истории, а так и другие. Да, рынок помнит историю, да, есть инструменты объемов, есть поддержка, сопротивление, есть это. От этого можно отталкиваться именно, строя свою стратегию на долгосрок, но смотреть по этой стратегии прошлое и говорить это, выдавать за чистую монету, вот вы бы заработали, если до кобычу не заработал. Ну, вот такой, короче, у меня ответ этим пацанам. Итак, и, конечно, биржевые боты тоже обязательно требуют обучения. Что касаемо H7, я сразу сказал, что обучение здесь, вы сами найдете себе наставника, он сам вас найдет, то есть, как зарегистрируйтесь, напишите любое сообщение, там, не знаю, есть официальный канал, есть поддержка, есть ассистенты, есть поддержка напрямую, есть чаты и обсуждения, есть вопросы, есть правила, инструкции, материалы, то есть, записи эфиров, ну, то есть, здесь вы не будете одиноки, и в плане того, что вам не просто укажут пальчиком вот там вот, а вас возьмут и проведут. Идем дальше. Третьим этапом, что необходимо сделать для того, чтобы у вас был бот бесплатный. Смотрите, почему я здесь не взял лицензию ботов, да, потому что, неважно, лицензия, допустим, стоит 120 лицензий и 20% с вас берут или 0 лицензий и 20% с вас берут. Объясню, почему. И в том, и в том случае, да, ну, как бы мы рассматриваем, как сделать бот бесплатно. И если, допустим, в Велес, да, возьмем простой пример, у них отсутствует лицензия, но выплаты идут до 30%, и тот же хэш-7 лицензия, но выплаты до 90%, нам важно, как получить бесплатную окупаемость. Как мы видим, да, у Велеса и у Битсгэпа 30% комиссии выплачиваются партнерам. Следовательно, для того, чтобы пригласить трех, вот, допустим, в хэш-7 достаточно трех личных приглашенных и из которых по 30 долларов по маркетингу вам упадет 90 долларов, да, и от 10 до 15 процентов как отличника, вам будут приходить комиссионные сразу же после закрытой сделки. Получается, что лицензию в 100, там, 140 долларов, она у вас окупается за год и при этом вы окупаете внутреннюю свою торговую комиссию. Что касаемо Велеса, да, это 9 партнеров, ну, достаточно простой пример, 30 умножьте на 3, вот вам 90% выплата. Это же касается и Битсгэпа, поэтому люди, которые продвигают Велеса или Битсгэп, да, они заинтересованы в масс-трафике. То есть, намного лучше, быстрее, туда люди, ну, лишь бы набрать вот эту вот аудиторию, дать какой-нибудь обзор, там захейтить один продукт, значит, другой продукт. Ну, это чушь, конечно, но все же, да, там больше заточен на массовый маркетинг. ХСМ больше заточен на индивидуальный подход. Это правда, то есть, возьмите простой пример, да, попросите кого-нибудь, ну, может, как я говорю, мне не верить, возьмите статистику, возьмите, попросите кого-нибудь рассказать вам про Велес и обучить Велесу. Попросите обучить битсгэпу. И какое вам будет отношение на чувак, вот тебе инструкции, вот это, вот мой видосик, вот все, давай, отвалить. вам никто не напишет и никогда не скажет, может, чем-то помочь, может, что-то не получается, ну, вот сравните и зайдите в хэш-семь и узнаете. Потом напишите в комментах. Royal Q, так как у них выплаты для партнера составляют порядка 70%, да, то вам достаточно пригласить 4-5 партнеров и вы тоже сможете купить лицензию. По итогу, на четвертом этапе, что мы получаем? Бесплатную лицензию на год плюс возврат комиссии 20%, который забирает с вас хэш-семь. То есть, по факту, у вас хэш-семь бот при трех равных или более депозитах будет вам полностью купаться. Почему я говорю трех и более, ну, трех человек с равными депозитами? Потому что, если у вас депозит 1000 и зарабатываете вы в месяц 100 долларов, да, к примеру, возник 10%, то 20% вы отдаете непосредственно в хэш-семь, то есть, 20 долларов. А если у вас три чувака, ну, три партнера под вами по 100 долларов, да, то их комиссии, допустим, заработали не по 10, это 30 долларов, да, вы заработали с 30 долларов, но их дохода, да, у них забрали 20%, это 6 баксов. Вы получите с 6 долларов 10%, ну, 60 центов. Ну, я думаю, понимаете, да, а у вас не окупится. Поэтому, если у вас 1000 и под вами три лично приглашенных партнера с депозитами от 1000 и более, вы полностью окупаете себе лицензию хэш-семь и все торговые комиссии, работаете в чистый профит. Что касаемо Велеса, при 9 партнерах вы окупите себе 20% комиссии, но при депозите свыше 2500 у вам придется большее количество партнеров. Объясню, почему. Если в хэш-семь от общего профита 20% забирается, распределяется на все партнерские в супартнерскую программу, то в Велесе, если у человека более 2500 и он дальше начал продвигаться, ну, как бы, дальше расти по депозиту, выплатов 50 долларов и все с его комиссии. Поэтому вам, даже если под вами будет 9 личных партнеров с депозитами по 3000, вам нужно не 9, а все там 12-15. Понимаете, да? А может и более. Битсгэп. Депозиты должны быть равными, возврат тоже 20% комиссии, так как у них отсутствует подписка. Ну и Роялкью должны быть равными и аналогично 4-5 личных партнеров. Возвращаемся к нашей табличке и подводим общий итог. А лучше не табличку, а подведем итог в нашем пасскриптуме. Итак, я думаю, полтора скорость вас не смутила, идем дальше. Как я сказал, наш пасскриптум. С этого всего можно сделать один простой вывод. Когда вам говорят, что хэш-7 вас оборовывает, это полная чубь, потому что хэш-7 забирает меньше всего себе профита за свою работу. Во-вторых, хэш-7 это молодой инструмент. В-третьих, хэш-7 это действительно продукт простой. То есть, нажал пару кнопочек, порадовался жизни, профит падает. Что касаемо других инструментов, вам придется с ними помучаться. Ну и при этом, как я и показал, если вы действительно профессиональный трейдер, то никакие битсгэпы и вот эти вот криптокоучи, короче, вам не помогут в этом, потому что они вас не научат. И, конечно, вам лучше не на всякий битсгэп идти, а конкретно брать велес. Это профессиональный инструмент и да, действительно, вы с ним можете уже работать. Но учитывайте, есть такое понятие, как время деньги. Если я настроил себе хэш-7, да, и отложил в сторону из приложения, могу там зайти в день посмотреть, как работает, да, то в велесе вы, как это, готовьте седые волосы, потому что с ним нужно работать. Нужно становиться профессиональным трейдером. Хэш-7 это инструмент для ленивых. Я скажу даже больше так. Ну, а для тех, кто, там, я не знаю, кто обиделся или кто расстроился, там, в чате кого-то не выслушали, либо что-то еще, и, как мальчик пошел у себя на канале, закрыл, там, при модерации комментарии взял, да, и думает, что, там, а вот там человек, там, хочет там какой-то трафик, я всегда говорил, так, ребята, каждый выбирает инструмент для себя. Кто-то с RoyalQ переходит на хэш-7, кто-то, наоборот, с хэш-7 переходит на белес, кто-то пользуется битсгэпом, кто-то именно биржевыми ботами торгует. У каждого свой выбор. И именно конкуренция, именно грамотная конкуренция, не от этих, ну, как бы, идиотов, которые, там, вот этот продукт плохой, а этот хороший. Нет, каждый выберет для себя. То есть, а вот такое отношение, скорее всего, портит саму репутацию данного человека, как блогера, как личности, да, и всякие, там, фразы разоблачения, как я всегда говорю, да, и действительно честные обзоры, они должны иметь место быть. Ну, и давайте будем людьми хейтить и говорить, что кто-то рифовод, это глупо. В первую очередь, это выставляет неграмотным того человека, он не разбирается в том, что говорит, а человек, который не разбирается в том, чем говорит, в старости словит деменцию. Всем пока.